Офигеть, вот это у тебя крутой нож, откуда ты его взял? Мне его подарили, в общем-то, на день рождения, я вообще у меня всегда... Инвентарь проказника стоит... Каждый ютубер начинал, ребят, поверьте. Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь проказника. Поэтому, ребята, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший позитивный комментарий. Ну что же, а мы начинаем. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один. Со мной в гостях... Проказник! Вот я тут залетел. Кажись, это было сильно громко. Ребят, хэштег в комментарии, минус уши. Так, ну что, проказник, показывай, ух ты, офигеть, вот это у тебя крутой нож, откуда ты его взял? Мне его подарили, в общем-то, на день рождения, я вообще, у меня всегда была мечта, у меня тогда еще не было вообще ножа, и тогда мне подарили вот этот вот ножик. Мне подарили сначала голду, я поставил запрос, собственно, на этот ножик, и мне чувак просто подарил его за 0.03. Охренеть, на день рождения тебе подарили этот нож! Блин, почему мне никто не дарит таких ножей на день рождения? Э, блин. Так, ну ладно, показывай, что у тебя есть дальше. Ой-ой-ой. Следующий у нас скин, это АВМ 2 Ерс, я его очень сложно получил. В общем-то, я купил голд пасс еще в самом начале, когда его добавили, а потом, у меня не было просто времени играть, и я на стримах за три дня, я прокачал полностью сам вот этот голд пасс. Чисто на стримах? Да-да-да. Офигеть, ты жесткий, это вообще реально? Что у тебя есть еще такое интересненькое? Так. А, P350, который мне также за 0.03 подарили. Это Статрек или нет? Нет, обычный. Блин, фига себе, что тебе все дарят? Это что, у тебя на второй день рождения подарили? Или на Новый Год? Так, я вижу, у тебя еще есть очень замечательный и красивый и великолепный АКР Трэшер Хантер, как и у меня, впрочем, да? Да, только он не Статрековский, мне, собственно, не нравятся скины Статрек, так как они прикрывают всю крутизну, собственно, самого скина. Знаешь, почему мне не нравится Статрек? Потому что они стоят в пять раз дороже обычных скинов. Ха-ха-ха, это основная причина, почему их недолюбливаю. Ну чё, а как ты получил этот АКР Трэшер Хантер из кейса или просто купил? Честно, я открывал за всю свою жизнь только три кейса, и мне ничего такого не выпадало, по-моему, даже легендарки не выпало. Да ну, да ну. Но, ребят, я скоро открою 150 кейсов, когда выйдет, собственно, самообновление. Короче, ребятки, ссылка на канал Проказника в описании. Давай, вот я прям сейчас открою три кейса, еще три кейса, и все, что выпадет, отдам тебе. Ну, ты уверен? Сейчас выпадет нож, и чё ты будешь делать? Ну, отдам тебе. Мне не жалко. Ну, давай попробуем. Давай, выходим тогда. Так, окей, я покупаю три оригин кейса, как сказал Проказник, да? И прямо сейчас мы их откроем, и все, что выпадет, я отдам ему. Так, ну чё, ты готов? Подожди, сейчас подожди, я обчихнуть хочу. Давай, давай. Блин, не получается. В общем, смотри, ты должен нажать там на все вот эти вот ножи, и... Нажимаю. Ну, не обязательно, просто нажимать. Так, нажал, все, нажал на все ножи. Открывать? Нажимай, открывай, да, погнали. И Проказник выпадает. Внимание! П-350 неон. Ну, я думаю, такой скин даже отдавать не надо. Нормально. Так, ну что, идем дальше. Так, так, так. Сколько у тебя тут скинов? Да, есть такое. Так, ну чё. Давай, опять же. Опять, опять делаем пусто на ножи. И, надеюсь, Проказнику выпадет какой-то хорошенький, красивенький ножик. М9 Байонет. И тебе выпадает. Уже сколько ножей пролетает? Ну, блин. Ну, блин. О, 100 трек. Ну, хотя бы 100 трек. Хотя бы уже неплохо. Так, и давай, последний, третий кейс. Это последняя надежда. Ну, мне кажется, нож, 100% ножек. Давай, давай. Опа-па. Полетели. Пожалуйста, ножик. Да сколько их там пролетает? Ой-ой-ой, сколько аркан пролетело. И тебе выпадает твой любимый постфандер. Ой, ну 100 трековский, 2 100 трека за 3 кейса. Так, ну чё, давайте прям сейчас тогда дам. Да нет, можешь, в принципе, как-нибудь разыграть. Может быть, между подписчиками. Да, в принципе, давайте я на стриме разыграю. В принципе, скины недорогие, да? Да, хорошо. Окей, окей, окей. Рубрика ответы на вопросы. И первый вопрос. Проказник. Почему именно проказник? Вот я этот вопрос задаю всем. Ооо, я так долго ждал этого вопроса, но на самом деле у меня даже нету на него ответа, потому что я уже не помню. Это настолько давний ник, ему, наверное, ну уже лет 5 точно. Ну я, серьёзно, я не помню, как мне это в голову пришло, абсолютно. Ну так себе звучало, мне было не очень круто, как-то стеснительно, а сейчас для меня это как имя, и я привык. Такой ещё вопрос, как давно ты начал заниматься ютубом, и откуда у тебя вообще возникла такая идея? Ютуберов я раньше смотрел просто, и хотел так же стать такими же популярными, как и они, вот и получилось. А насчёт... До этого у меня ещё, кстати, был канал по стендоффу, там было 20 тысяч подписчиков, но меня его украли. Я, кстати, тогда был один из самых популярных по стендоффу именно на тот момент. Блин, слушай, получается, если бы тот канал не украли, у тебя, возможно, сейчас было бы где-то полмиллиона? Не, вряд ли, там очень плохая активность была на канале, очень плохая. Там на 20 тысяч было по тысячу просмотров на видео. Чем ты занимаешься помимо ютуба? Чем ты занимаешься в реальной жизни? Какие у тебя хобби, увлечения? Ну, сейчас я записался в тренажёрный зал, хочется пойти подкачаться слегка. Короче, будешь качком, да? Да. Накачаешь бицуху, если кого-то не сможешь в дуэли вынести, то вынесешь в реальной жизни, да? Ну, я таким не занимаюсь, но... Это, да, это больше к ведру катят, да? Проказник, сколько ты всего задонатил в игрушку стендофф 2? На самом деле, если бы не этот голд пасс, я бы вообще в стендофф никогда не донатил. На голд пасс я задонатил, собственно, 590 рублей, потому что я думал, что эти скины, они будут эксклюзивные. Также такой вопрос, насколько я знаю, ты все видео снимаешь с телефона, правильно? Да. И монтируешь? Да, абсолютно всё делаешь. Блин, ну ты слушай, очень жёсткий, у тебя 350к, и ты снимаешь и монтируешь с телефона. А какой у тебя телефон? Xiaomi Redmi Note 5. Блин, да прям как у меня, у меня ребят тоже был раньше, 7 Redmi Note 5. Проказник, такой вопрос, сколько тебе лет, и узнают ли тебя в реальной жизни? Ну, насчёт узнают меня в реальной жизни, пока ещё не было, ну, кроме одноклассников, по приколу. Потому что, ну, я пока просто ещё не палил своё лицо, но я уверен, что когда я его спалю, там, в течение месяца, хоть один кто-то меня и знает. А сколько тебе лет? Мне 14 лет. Блин, слушай, ну это очень круто, что у тебя в 14 лет уже аудитория, блин, треть миллиона, это классно. Давай нашим подписчикам от Inside, когда ты спалишь лицо, вот просто Inside. Давай на полмиллиона, реально, на полмиллиона спалишь? Вообще, я хочу его, собственно, своё лицо выставить в Инстаграме. Наверное, когда на моём канале будет 500 тысяч подписчиков. Когда будет полмиллиона подписчиков на Ютубе, то тогда проказник спалит своё лицо. Я прав? Да. Окей. Проказник, ты же прекрасно знаешь, ну, и я прекрасно знаю, что много подписчиков, они сидят, смотрят на экраны и думают, блин, вот я хотел бы быть на месте проказника, вот дай им совет. Как им стать такими же популярными, как ты? У меня часто спрашивают, как стать блогером, как стать таким же популярным, как и ты. Ребят, для того, чтобы вам стать популярным, вам нужно что-то для этого делать. А чтобы для этого что-то делать, вы должны хотя бы снимать видео, и вы должны как-то заинтересовать, собственно, аудиторию, которая будет вас смотреть. Вы можете сначала там 10 подписчиков набрать, 100, так каждый ютубер начинал, ребят, поверьте. Самое главное, не сдаваться. Вот я думаю, проказник с тобой согласится. Главное, делать контент и не сдаваться. Согласен. Проказник, расскажи, пожалуйста, по поводу твоей рубрики, вот это Нубы против Про. Вот я постоянно захожу в рекомендованное, и постоянно она мне вылезает. Расскажи, почему она насколько популярна, вот в чём твой секрет? Я не знаю, возможно, людям просто интересно смотреть, собственно, на сами дуэльки. В принципе, мне не сложно такие видеоролики делать. Как ты думаешь, сколько стоит твой инвентарь в голде? Вот весь, весь, весь. Я, в принципе, не считал, но мне кажется, больше 10 тысяч благодаря ножам. Вот это полностью весь инвентарь проказника. Довольно-таки много скинов, довольно-таки дорогой аккаунт. На нём также есть 15к голды. И, в принципе, прямо сейчас мы узнаем, сколько же он стоит. Ну что же, и прямо сейчас мы, ребята, узнаем, сколько же стоит инвентарь проказника. Да, да, да. Вот эти цифры. Я их всех просуммировал. Всё как обычно. И в итоге я вам скажу так. Так, инвентарь проказника стоит 30 тысяч 656 голды. Да, это далеко не самый дорогой инвентарь. Но, в принципе, тоже неплохо. И 30 тысяч голды это довольно-таки много. Ну что же, ребята, в принципе, на этом всё. Обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях, чей инвентарь проверить следующим. С вами был Кентуха. Всем пока. Пока-пока.